Всем привет, друзья! С вами Карабаш74 и сегодня мы посмотрим на очередную модификацию для игры Евротрак Симулятор 2. Это у нас Мерседес НГ-1729. Я не знаю, почему он такого фекального цвета. Вот эти я имею в виду места, все шасси и все прочее. То есть все вымазано гомном. Именно гомном. Вот, располагается он в автосалоне Мерседес Бенц. Наконец-то, хоть авторы начали немножко заморачиваться по этому поводу и начали запихивать туда, в принципе, какую модель они и сделали. Вот. Итак, поехали. Изменения конфигурации и посмотрим поближе на него. Познакомимся с ним поближе. Какая-то, знаете, кабина. Кабина, как сказать-то? Гресь какая-то. А это дыры. Это дыры. Здесь тоже дыры. Вот, дождик начнется и все приплыли. Называется. Затопит. Затопит всю машину. И здесь. Ну, соответственно, эти дыры будут и здесь и там, потому что я же вам рассказывал, как делаются кабины. Делается одна ее часть, половинка кабины, а вторая просто это зеркальное отражение второй части. Ну, первой части я имею в виду, вторая часть. Именно поэтому тут, соответственно, точно такие же дыры, как и с той стороны. Итак. Я не знаю, кто вымазал это всю фекальным цветом. Написано, что этот мод для версии 1.23, но я его поставил на 1.24 и все работает замечательно. Кардан куда-то пропал. Один. Кардан, вот этот вот кардан, его нету просто. Куда-то его свинтил, походу. Ну, знаете, тут трудно судить вообще, потому что все дырявое и все это как-то смотрится убого. Ну, да ладно, сейчас вдруг обвесы попрут и все будет хорошо. Итак, поехали. Вкратце. Знаете, если ставить по пятибалльной шкале, сразу могу сказать. Мод вместе с вами рассматриваю впервые. И получается, ну, из пяти где-то Т3 с минусом, скорее всего, потому что не текстур толком, ни хрена. Еще и кабина матовым цветом. Итак, поехали. Шасси 4 на 2 есть. Тень уже не от него. Есть у нас шасси 6 на 4. Отлично, но как 6 на 4, если кардана нету. Нет кардана, нету его просто. И 6 на 6. Интересно, как так 6 на 6, если спереди стоит балка. Странно. Я вообще, знаете, иногда удивляюсь логике вообще вещей, которые иногда мододелы. Я поставлю то, что, в принципе, и должно стоять. Турбо В8. Отлично. Поставим турбированный движку. Коробочка передачи у нас идет. Р-3, 5, 11, 3, 27, 4. Ну, наверное, вот это самое хорошее. 16, 6. Прям вообще я что-то растерялся, знаете. Ник. 16. 6, 6, 6. Я что-то прям растерялся, какой король. Ладно, если что, поставим другую. Я возьму пока эту. Если что, поставим другую. Итак, посмотрим поближе. Оснащение, так сказать, кабины. Стоит магнитола. Непонятно на чем. Закрепленная, по-моему, ящика. Ящик под нее я точно там не вижу. Это радио. Обычная. В 3D сделана текстура. Текстуры просто отвратительные. Вы посмотрите на эту херобору. Ну, это чушь собачья вообще. Ну, зачем такое делать? Ну, на какой болт? Руки тебе оторвать и засунуть в одно место. Да. Торпеда, конечно, тоже текстура просто гениальная. Кстати, да. Я напомню всем, что в данном моде используются такие спидометры, как и от предыдущего автора, который у нас любит свой ник абсолютно везде наляпывать в машине. Спидометр и вот этот второй барометр. Да и, в принципе, тахометр тоже отсюда же. Оттуда же, точнее. Здесь у нас выкрашено все в отвратительной такую же текстуру, как собственная сама торпеда. И педали, все, короче, выкрашено. Господи. Абсолютно все выкрашено. Да. Разочарование, если честно. Это что за эти весельки какие-то. Зеркало, в принципе, отображает нашу машину. И это есть хорошо. Поехали с текстурами разбираться. Я так понимаю, фекальный цвет мы не сможем уже убрать. Его вообще можно, в принципе, ее всю покрасить в очень красивый и фекальный цвет. Есть вот такая вот защиточка. Закамуфлированный, так скажем, цвет. Я, наверное, возьму вот этот. Потому что он более или менее. И он один из лучших. Нет, я возьму золотой. Золотой и фекальный. Так сказать, золото в фекалии. Или фекалии в золоте. 52-й регион, кстати. Всем привет, кто с 52-го региона. От Карабаша вам привет. Здесь у нас, как у Аки, в принципе, открывашка идет. Кнопка. То есть, ну, здесь должна быть еще ручка какая-нибудь, чтобы дверь-то можно было потянуть. Вот там на кнопочку надавливаешь. Я на Аки недавно ездил. Это был ад. Вот. Ну, ладно, не будем сейчас о плохом. Поставим сюда гудки, естественно. Вот эти. Потому что больше кроме гудков ничего нельзя поставить. Спойлер. Великолепно. Поставим козырек. Теперь, знаете, он мне напоминает какого-то пижона в бейсболке, блядь. Не знаю, почему-то такое впечатление. Ассоциации, знаете, какие-то... У меня вообще ассоциации очень плохие, когда я вижу отвратительного цвета текстуры. Просто чудовищные, если честно. Блин, я думал, текстура заменится. Нет. Так вот, ладно. Пусть так будет. Светоборудование все работает. Это радует. И у нас остается... Кузов. Нихуя. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Там, кстати, в архиве... В архиве три... Три СКС-а. Возможно, я просто подключил их все три. Из-за этого, может быть, он такой говянным цветом. Может быть, какой-то не надо подключать. Может быть, он и симулирует какую-то грязь. Потому что я видел там чистые машины и грязные машины. Возможно, именно из-за этого. То есть, надо подключать... Один какой-то я лишний подключил. Из-за этого он такого говянного цвета. Вот. Сори, сори, если кто-то кушает за обзором. Ставим его колеса. Колеса тоже там отдельным архивом, кстати, идут. Ставим его диски. Колеса. Диски. Колеса. Диски. Все. Теперь это стопудовый. Хороший. Не побоюсь этого слова. Автомобиль. Я не понимаю, правда, как сейчас вот с этим кузовом работать. То есть, как я загружу-то сюда. Ладно, я поставлю будку. Пускай будет будка у нас. Все вроде проверил. Внутрь ничего не ставится. Кабин мод не присутствует. Вообще ничего нельзя поставить. Здесь что? Здесь мы уже меняли. Отлично. Ну, как рассуждать тут? Очень сложно, понимаете. Когда ты берешь мод, на картинке ты видишь одно, а в результате получается другое. Это не очень, так сказать, и хорошо. Но, опять же, это сугубо личная моя точка зрения. То есть, понимаете, самые лучшие моменты, так сказать, автор сфотографировал и разместил. А то, что мы видим в оригинале, когда мы скачиваем. И если бы не было обзоров, я бы вообще не представляю. То есть, я бы, например, такое говно бы никогда не скачал, если бы я его увидел где-то на обзоре. Но я не видел его на обзорах, именно поэтому я его и скачал. Да я и в обзоров-то, в принципе, ничьих не смотрю. Даже своих. Итак, принять и поехали. Посмотрим трейд-ин. Окей. Закрыть, естественно, кнопочка закрыть. Четкий геймпад отключился. Сейчас включим. Вернись. Геймпад, я все прощу. Итак, что мы имеем? Мы имеем очень красивую золотую машину. Золотую, точнее, кабину, а не машину. Остальная вся машина у нас красивого темно-рыжего цвета. Свет работает. В ковинке приборка, подсветочка работает. Да, кстати, когда мы включаем приборку, у нас также подсветка загорается в зеркалах. Это ноу-хау. Да, во всех зеркалах загорается. Естественно, эта подсветка заработает. Это гениально. Дефолтный звук. Поворотники. Сбоку работает, спереди работает, сзади работает. Следующий поворотник. Сзади. Отлично. Давай перемотаем время, попробуем включить дождик. Дождик, включись. Есть. Все, дождик включили. Вот так. И теперь проверяем дворнички. Дворнички, в принципе, работают. Второе положение. Три положения. Ни хера. Первое положение. Долгая пауза. Второе. Поменьше пауза. И третье. Работают постоянно. В кабине. Они работают. Стекло очищают. Немного. Немного стекло очищают они. Поехали. Посмотрим, на что способен этот грузовик. Кстати, сигнал. Дефолтная доделка. Поехали. Мы, естественно, куда-нибудь поедем на склад, где попытаемся что-нибудь загрузить, но где склад. Вот чем беда-то. Кальмар. Кальмары я не хочу. Кальмары. Не люблю кальмаров. Они тоже не любят меня. Я не люблю их. У нас никакой любви нет с кальмарами. Поехали. Так, поворачиваем. Но, в принципе, знаете, по управлению. Он входит в повороты тоже очень хорошо. Тормозим. Оп. Движком помог чуть-чуть. Стоим, ждем. Ну, как вы знаете. Как сказать. Ну, отвратительно. Сделан салон просто от ас. Зеркала работают вроде. Знаете, по мелочевке если разбирать, то работает то, работает это. Но, блядь, сама модель-то она просто адовая. Сори за мат, ребят. Но, в принципе, я же выражаюсь так, как оно есть на самом деле. То есть, если ты взялся за воплощение, так сказать, в другую сторону. Он с другой стороны, походу, стоит. Где, блядь, моя фура? Ё-моё народ, отдайте мою фуру. Иногда, знаете, просто выбешивают реально такие подобного рода моды. Начинают, знаете, аж мандражировать с этих модов. Вот как его подцеплять сейчас, блядь, с этой будкой? Я не представляю. Я попробую, конечно, но не факт, что получится. Но я попробую. Аккуратненько. Ну, ахуенно, что там сказать-то? Без проблем вообще. Надо было вообще все снять, короче, с него. Подожди, а там было все снять с него? Там же рама одна была. Давай в сервисный центр сейчас заедем. Проверим. Почему нет? Мы все попробуем снять, отцепим прицеп, зайдем в автосалон и обратно потом подцепим прицеп. Он сам по себе, сука, длинный. Еще и эта хрень сзади огромная, фура. Так, здесь мы поворачиваем направо, а потом налево. Я не буду останавливаться на светофорах, потому что иначе мы сейчас и ролик будем делать еще полдня. Оп, тихо, аккуратненько. Так, сейчас мы перестраиваемся. Ну вот какого хрена опять, блин, треть окна вытирается и все. Остальное, остальная треть, она просто... Она просто, короче, вся мокрая, вся сырая и ни хера через нее толком не видно. Все в крапинку, блядь. Да. Говнецо еще то. Аккуратнее, смотри, я же видишь с фурой. Ну а так, в принципе, знаете, он возит, если с будкой ездить. Стоп. Поехали. Ну поехали, а он отцепится сам. Снимаем будку. Может быть... Ну да, тут, в принципе, с колесами нормально все. А что-то ремонтировать собрался. Так, нам надо снять ее вообще. Оп. Но зацепки нету. Сцепки-то нету, как сделать-то? Сука, брата поставил. Гад. Так. Зэк. Оплатить. Минус 900, говорит, оплатить. Оплатить, конечно, чего бы нет-то. Поехали. Цепляем. За неподцепляемое. Ну вот так, знаете, он смотрится еще более-менее. Ну, вообще, да это все равно, короче, смотрится убого. Хоть ты что с ним сделай, он смотрится убого. Кстати, движок очень мощный, хочу я вам сказать. Он очень мощный. Едем. Выбираемся из этого городишки. Почему у меня гудок перестал гудеть? Я вроде на кнопочку ставил гудок. А гудка нет, прикинь. Сломался. Надо будет заново переставить все управление. И все нормально будет. Ну вот смотри. У нас нижняя, нижняя правая часть окна вытирается. На кой хрен она нужна, если надо посередке вытирать? Эх, зачем руководствуются? Как делают эти дворники? Кто делает их? Дремучий лес. Вот нет, чтобы взять. Собраться, блядь, целой толпой мандоделов. Сесть, блядь. И взять, собрать одну машинку, которая будет в идеале, понимаете, вложить каждую идею каждого мододела в конкретную часть автомобиля. В данном случае грузовика. И, понимаете, это будет действительно положительный результат. А то они, понимаете, как делают. То есть, идет такая странная ситуация. Один делает одно, другой делает другое хорошо. А в результате все делают по отдельности. И получается говно еще то. Вот. Чтобы, я говорю, им нормальную модель собрать, им надо просто троим-четверым объединиться. Из разных, так сказать, подгрупп. Потому что они же там тоже, как бы, у них свои группы, свое то, свое это, свои модели. Еще и архивы защищают все, короче, чтобы никто не изменить не смог. Они его кодируют. Вот. Кодируют для того, чтобы никто его не смог поменять. Да кто твое дерьмо будет менять? Кому это нужно? Почему ты так вот делаешь? Зачем ты это делаешь? Я не представляю. То есть, и не вашим, и не нашим, и не споем, не спляшем, блядь, это называется. Если так уж выражаться, грубовато. То есть, и сам не смог, и другим не дал. Вот так вот еще тоже по-другому говорится. А в принципе, модель получилась достаточно убогая. Кстати, двери изнутри желтым цветом. Вот. А снаружи они золотые. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Goodgame. На Twitter. На Twitch. На все подписывайтесь, ребятки. Вот. Броненосец в потемках. Это называется. Ставьте лайки, комментируйте. Ссылки всегда на моды в описании под видео. Ставьте лайки. Посиделки сегодня будут приблизительно в 7 часов по Москве. Вечером. Всем удачи. Всем пока. Машина ад. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok